Три-два раз. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. С вами снова в очередной раз или после долгого перерыва подкаст Див-клуба номер 18. Лето, отпуска, мы постепенно возвращаемся из этих отпусков. Кирилл съездил в отпуск, я съездил в отпуск. И вот мы решили как-то возобновить наши трансляции, записи и бухтеловки и поговорить о каких-то новостях индустрии, которые происходили последние пару месяцев, месяц или вообще. И на этом фоне трудно не обойти новость, которая, наверное, затронула почти каждого, кто как-то связан с путешествиями или с IT, или с, как это называется, менеджментом систем. Краудстрайк. Я про эту компанию или вообще это слово не слышал до... Когда это случилось? До 20 июля, по-моему, я не слышал никогда. А оказалось, это такая популярная софтинка, которая положила полмира компьютеров, которые были управляемой операционной системой Windows, и многие люди не смогли улететь из аэропортов, куда хотели. В момент отпусков это, наверное, довольно критично, но не только. И вот портал BBC рассказывает нам, что Краудстрайк, эту компанию, сейчас судят многие за этот дизастер, и тут светят им довольно серьезные... Как сказать, это не санкции, а, как правильно сказать это слово, последствия могут быть. В общем, ничего хорошего им не светит. И да, я тоже, кстати, хотел со всеми поздороваться, всем привет. Мы с Антоном были частично в отпуске вместе, и я очень рад, что данное происшествие нас не затронуло, потому что мы успели вернуться до... Но я думаю, что те люди, которые были в отпуске, в том числе в компании Краудстрайк, у них, наверное, отпуск резко завершился. Что на самом деле случилось? Что ты про это слышал? Ну, я слышал, что, во-первых, сначала все легло, да, Blue Screen of Death. Потом начали появляться какие-то маленькие расследования специалистов, которые появлялись в каком-то виде в Твиттере, и люди разбирали этот крэш, пытались как-то понять, что произошло. И, по сути, вроде как случился обычный нульпоинтер эксепшн, но нульпоинтер эксепшн на системном уровне или где-то в ядре, близко к кернелю, что приводило, собственно, к синему крану смерти. Но это очень детское, наверное, объяснение, и, скорее всего, специалисты гораздо более точно могут описать процесс возникновения такой ошибки. Но, как я понял, и мы с тобой тоже это обсуждали, что вот эта вот сама суть ошибки, она пришла из какой-то конфигурации, что ведь произошел апдейт системы, да, апдейт конфигурации на многих компьютерах одновременно, то есть это не было инсталлировано какими-то системными администраторами, как плановый апдейт, а вот эта конфигурация скачалась, и программка, которая работает на уровне довольно низком, вдруг пришла в нерабочее состояние. Да, что такое CrowdStrike сам по себе? Это софт, который фактически заменяет Windows Defender. Некоторые компании говорят, мы не хотим Microsoft-овский продукт, мы хотим вот CrowdStrike, который знаменит своей защитой сети. И действительно произошла проблема на уровне конфигурации. Здесь есть один интересный момент. Многие инженеры, и, судя по всему, в компании CrowdStrike в том числе, не считают конфигурацию частью кода. Поэтому изменения различной конфигурации не тестируются. И здесь они нашли там проблему в кернеле, адрес памяти был недоступен, нон-поинтер-эксепшн, все дела. Но вот какие выводы мы как инженеры можем сделать? Первое, должны ли мы тестировать систему в различных конфигурациях? И второй тоже такой, наверное, немножко философский вопрос. Update security софта. У нас, например, в компании есть полиси, пришли security патчи, постарались максимально первым делом это поставить. И на серверах, скорее всего, такое, для тех, кто использует CrowdStrike, тоже. То есть это как раз объясняет масштаб бедствия. То есть если стандартно обычные апдейты, там, gradual rollout, ты потихонечку весь мир, там, один регион, второй регион и так далее делаешь, если у тебя какой-то security апдейт, то, скорее всего, он важен. Значит, что нужно его максимально быстро в мир вылить. И вот, знаешь, как Perfect Storm, когда вот сошлось много факторов вместе, это вот как раз та самая ситуация, когда сошлось много факторов вместе, когда мы внутри обсуждали с ребятами, некоторые даже задавались вопросами, а вот нужны ли такие, там, Defender или подобные для серверов, которые... Ну, для серверов, в принципе, да. Они же не, там, не аксесят, не ползают по интернету и не жнут на все ссылки подряд, чтобы у них какой-то дополнительный уровень, там, network security или подобных вещей делать. То есть вопросов много, но самое важное, какие выводы мы сделаем из этого всего. И я для себя до конца тоже не знаю, вот, тест конфигурации, должны ли мы это делать? Я помню, что какое-то время назад один из моих сегодняшних коллег в JetBrains даже делал доклад про то, что и как делать стирование конфигурации, и почему это важно. И это банковская система была, которую он решил протестировать. И, ну, как это, это такое скрупулезное занятие оказалось в его случае, но это улучшило, как сказать, у меня все слова после, да, у меня после каникулы, после отпусков какая-то когнитивная деградация, я забываю слова. Да, улучшило продукт, улучшило сервис, улучшило надежность раскатки сервиса новых версий и так далее. То есть именно тестирование конфигурации. Казалось бы, ну что там конфигурация? Маленький файлик, да, как бы, ну, все должно работать. Здесь несколько уровней, на самом деле, можно проговорить. Ладно, корректная работа с конфигурацией, это одно. Другое дело, что если конфигурация покарабчена, поломана, и она вообще отсутствует, как должна тогда работать система? Должна ли она просто отключаться? Должна ли работать в дефолтовом режиме? Должна ли работать в песочнице и так далее? У меня дополнительный вопрос еще возник, как бы, вот тоже мысль такая философская. Ребята в аэропортах, сисадмины, ну неужели у вас нет плана B, когда у вас легли системы? Вы не можете поднять комп без проблемной ошибки, взять другую версию операционной системы и поднять программное обеспечение. Почему половина аэропортов и авиалиний не вылетали еще пару дней по Европе? То есть у меня была поездка 21-го числа, по-моему, начиналась... А, 19-го вроде бы случился весь дизастер, и у меня куча коллег, которые 20-го не смогли вылететь, 21-го не смогли вылететь, отдельными авиакомпаниями. Некоторые летали нормально. У нас с сталинского аэропорта все хорошо летало. Я видел 20-го числа все рейсы были сделаны, по-моему, один был отменен, но он просто не прилетел в Таллинн, поэтому он из Талина и не вылетел. Неужели нет плана B? Как бы, ну, это же не, ну, как сказать, не ядерной боеголовкой уничтожило там инфосистему, да? У вас же должен быть какая-то возможность поставить новый жесткий диск, да? Или там просто заменить машину, поставить лаптоп. Или, ну, хорошо, не лаптоп, что-то другое. Какой-то старый компьютер, который должен поднять эту софтинку. Ты знаешь, у меня есть иногда впечатление, что мы слишком привыкаем к тому, что что-то работает, работает долго и хорошо. Подобного, подобной рода проблемы никогда не было. Я говорю, что это чем-то напоминает идеальный шторм. Про никогда не было. Про никогда не было. CEO этой компании, Георг Курц, когда-то был CTO компании McAfee, которая прославилась подобной проблемой в 2010 году. И тогда ущерб был оценен в 7,7 миллиардов долларов. Сколько они девайсов положили тогда таким апдейтом, трудно сказать. Я не знаю, я не нашел очень быстро. Просто в этот раз этот масштаб бедствия, он где-то раз в 5 или там в 10 превзошел то, что было 15 лет, ну, 14 лет назад. Это какая-то карма прям. Это карма и очень интересно, как пойдет карьера у этого человека дальше. Потому что он был CTO, уважаемая компания, стал CEO после этой инциденты, уважаемая компания. Но в любом случае с банковскими системами, банковские системы тоже пострадали, да. Банки, авиакомпании, в аэропорту были проблемы. То есть вот такого рода, у них не было такого рода проблем. И когда у тебя работает все десятилетие, именно, и ты разные варианты попробовал, и все было хорошо, наверное, усыпляет. У меня есть ощущение, что усыпляет. Ну, это же все-таки Mission Critical система. Да, понятно, что в Mission Critical системах у тебя должно все хорошо долго работать, пока вдруг в один момент этого, ну, это не будет работать. И тогда тебе нужен план B, который все-таки сработает. Это не так, это не должно быть так, как в свое время случилось у GitLab, у которых было 5 бокапов и ни один не сработал. Там 2-3 года назад была, по-моему, такая ситуация. Вот, здесь все-таки, ну, огромная экономика завязана на этих системах. Как бы странно. Я думаю, что эту мыслительную зарядку мы оставим многим, как бы, додумывать дальше. А перейдем к следующей теме, более насущной и интересной. Потому что спекулирование, это все же инженеры нас слушают. Инженеры, пишите в комментах, что бы вы сделали и как бы вы поправили эту ситуацию. Мы направим ваши письма по нужному адресу. Но, говоря про инженеров, Stack Overflow, компания, которая славится своими изучениями инженеров рынка и всего остального, выпустила новый обзор, как один девелопер-серви, про то, что происходит в мире с точки зрения технологий и взгляд людей на эти технологии. Популярным языком, как мы видим, до сих пор остается JavaScript. Самый популярный язык в мире, если смотреть всех респондентов. Java до сих пор обгоняет C-sharp. Давай посмотрим, где Kotlin. Kotlin 9,4. Что-то много. Ну, хорошо. Много, в смысле, ты прям не ожидал? Ну, я не ожидал, что он будет там 9,4 и будет так высоко. Я думаю, он, ну, там, за двадцаткой, я думал. Вот, PHP до сих пор живее всех живых. Тут Rust, про который мы, наверное, попозже немножечко поговорим. Мне до сих пор я удивлен, люди, пользуются VBA. Есть какие-то новые вещи, про которые я принесла. GDScript, ты слышал про такое? GDScript, да, это скрипт из программирования для движка игрового GDOT. Прикольный, прикольный движочек. Я поигрался с ним недавно как раз. В нем, кстати, можно писать не только на их скрипте, но, по-моему, они сейчас делают экстеншн для Kotlin, можно писать на C-sharp, по-моему, было. Но большинство людей, которые делают что-то простое, они используют этот GDScript. Несмотря на усилия Женига, лабородика, скала до сих пор 2.6, где-то там. И Zephyr, Solidity, Fortran, подобные вещи все еще здесь. Postgres, здесь, мне кажется, все довольно очевидно. PostgreSQL здесь проявляется самая популярная база данных в мире. Занимаю SQL, SQLite, Microsoft SQL Server и так далее. Я, кстати, немножко удивлен, что MongoDB вот здесь вот находится, сейчас где-нибудь посмотришь, очень много примеров. Мы здесь делаем с MongoDB, тут сделаем с MongoDB. Но, наверное, у меня такой немножко узкий, узкий кругозор. Клауд-платформа, здесь тоже все без изменений, по крайней мере, в топ-3. Amazon, Microsoft, Google. Дальше CloudFare, Firebase и так далее. А вот веб-фреймворки. Что у нас тут? Что-то пусто как-то. Ну-ка, давай обновим. Посмотрим, на какой веб-фреймворке у них написано. Они, кстати, об этом пишут. А, вот. Node.js. Highest recorded usage. 51. Странно, что они... Про него говорят как про веб-фреймворк. Как-то... Он же все-таки как рантайм. Ну, на нем можно писать backend. Для веб-фреймворков, наверное, не знаю. Ну, в общем, короче, React. До сих пор самый-самый популярный. Где тут... Свелта здесь. Angular тоже немножечко сдает позиции. И... Nest 6. Вот мы с тобой, помнишь, сделали обзор про то, что emerging technologies и подобное. Вот они здесь. Потихонечку набирают. Но... Если вы хотите... И jQuery. jQuery живее всех живых? Все равно вроде как сидит наверху. jQuery живее всех живых. Да. И... Ну, я надеюсь, что этот процент здесь сокращается. Ну, тут, знаешь, тоже интересно. WordPress, например. Как веб-фреймворк. Вот тоже как к этому относиться. Такое. Все немножко в кучу. То, что... На чем можно как бы делать веб. Так вот, Spring Boot. Как по мне, тоже, наверное, не совсем веб-фреймворк. В общем, здесь немножечко все помешано. Embedded Raspberry Pi. С хорошим отрывом. Дальше Arduino и подобное. Our Frameworks. Вот интересно, что .NET находится в Our Frameworks. Хотя на нем тоже можно писать веб. Our Tools. Docker. То, что в наше время всем, наверное, обязательно знать. Integrated Development. Вот на что я хотел посмотреть. Visual Studio Code. Прям... Ну, в кориде фоне это все, это неудивительно. К бабки не ходили. Неудивительно. Да. Visual Studio, IntelliJ и Notepad находятся в таком, в одном интересном наборе. Я не помню, когда я в последний раз программировал в Notepad. Потому что это не Notepad, это Notepad++ все-таки. Да, но Notepad++, но он там, не знаю, там дебаггер есть. Запускать-то можно что-то? Я вообще не в курсе. Не помню таких возможностей, когда я его использовал. Но мне интересно, что вот Visual Studio Code, это кроссплатформенная штука. Ты можешь на разных операционных системах это использовать. Visual Studio, ну, теперь уже не кроссплатформенная. По-моему, маковская версия закрыта. IntelliJ и Ди кроссплатформенная. Veeam тоже кроссплатформенный. А Notepad++ всегда был только под Windows. И редко, я ни разу не видел никого, кто бы Notepad++ пытался запускать под эмулятором на Linux или на Mac. Там какие-то свои альтернативы всегда находятся. И тем не менее, это очень популярный редактор. Всех уже давно пережил. И всем до сих пор нравится. И до сих пор остается популярным. Феномен. Notepad++ у меня, естественно, есть. Но я люблю Notepad++ и его возможность сохранять закладки, сохранение содержимого файла без сохранения самого файла и подобные вещи. Все это очень круто. И в обычном Notepad такой функционал уже появился, но до сих пор нету синтекс-хайлайтника, например. Так что в этом плане мне все равно тяжело воспринимать Notepad++ как IDE. И говорю, что возможно я чего-то про Notepad++ не знаю. И если кто-то из вас, ребята, использует Notepad++ именно как IDE, вот прям интересно было бы про это послушать. Ну, кстати, быстрый поиск говорит о том, что под Notepad++ все-таки есть какие-то плагины, которые дают возможность дебага. Ну, то есть, получается, и запуска программы. Что делает, в принципе, его почти что IDE в этом случае, да. Супер. Есть здесь пара людей, которые используют NetBeans. Слава богу, этих людей меньше, чем даже Notepad++. Вот. Это вымирающий вид. Jira. Тут тоже понятно. Synchronous Tools. Я хочу дойти до этой сессии. Да, вот это меня, кстати, сильно удивило, особенно, когда ездишь в Америку, да. Операционные системы, на которых работают разработчики. Personal use 60% Windows. Professional use, ну, тоже считай, половина Windows. Windows, как работнику в Microsoft, мне, конечно, приятно, но у меня лично, посещая всякие там конференции, или когда ты ездишь по миру, ты смотришь, почти все сидят на Mac'ах, и тут у меня тоже какой-то такой когнитивный диссонанс. Ну, это здорово, здорово, что Windows сможет самых избирательных разработчиков удовлетворить. И iSearch, ChargeGPT, тоже как бы абсолютно без сюрпризов, причем ты можешь посмотреть, да, отрыв просто колоссальный. На самом деле не очень понятно, ну, то есть, почему? Мне бы хотелось видеть, чтобы более специализированный инструмент все-таки бы был впереди. То есть, например, GitHub Copilot — это все-таки специализированный инструмент. А ChargeGPT — это некая такая балалайта, которая просто, ну, к чему угодно приспосабливается, и ты, жертвуя удобством, возможностями и более специализированным инструментом, как-то приспосабливаешься вот с этой вот штукой. Не знаю. Может, что-то я опять же не понимаю в этом деле. Я думаю, что здесь как раз-таки принцип от обратного. ChargeGPT можно использовать для более широкого спектра, и, в принципе, использование GPT сейчас стало мега-мега популярным, и ты можешь его использовать и по работе, и не по работе. И в этом как раз-таки смысл. У тебя один тул, который и там, и ся. И это, конечно, намного более удобно, потому что представишь, что ты используешь GPT исключительно только по работе, а не спрашиваешь какие-нибудь там вопросы, как мне сделать салат Оливье в таком духе, если ты делаешь его первый раз, то... В общем, ChargeGPT – это ответ на все вопросы, поэтому на это я не удивлен. А вот что интересно. Вот для меня начинается самая интересная сессия. Admired and Desired. То есть, что люди прям хотят использовать. С чем ты работал в предыдущий год, и после этого хочешь продолжать с этим работать. Development working over the past year. Люди, которые писали на питоне, в принципе, им довольны. Да. С JavaScript'ом у меня есть ощущение, что, наверное, как-то произошло некоторое насыщение чистым JavaScript'ом, потому что появился TypeScript уже давно, и попробовав TypeScript, желание работать с типизированным JavaScript'ом у людей стало намного лучше. Ну, а лидер здесь Rust. Да, то есть, люди, которые работали с Rust'ом, прям говорят, такой язык, теперь все проекты только на Rust'е. Давай посмотрим еще на аутсайдеров, где самый маленький разрыв. Visual Basic, да, тут он поработал с ним как-то в следующем году только 24, каждый четвертый только хочет с ним продолжать работать. Matlab и дальше. Пролог. Пролог. Люди. Каболь. Кабол. То есть, каждый трое из четырех программистов на Каболе хотят с него соскочить, но до сих пор и платят так хорошо, что они этого сделать не могут. Вот. Кабол и Пролог, Visual Basic и Matlab и туда же. А вот интересно... Что-то из этого тебя удивляет? Ну, вот из этих вещей не удивляет, но вот есть два интересных столбика, тоже очень высокие красные точки, Elixir и, по-моему, Zik. Смотри, у них, ну, пользовательская база довольно маленькая, да, то есть мало людей, кто их использует, но они очень нравятся людям, судя по всему, ну, не сильно отстают от Rasta. Просто Elixir это, ну, как бы такой мета-язык, на самом же деле, он написан, это как Ruby синтаксис для Erlang рантайма, для BIM-а. Вот. По-моему, у нас когда-то в Дивклубе был доклад про это дело, я уж не помню, но Elixir довольно интересная технология сама по себе, писать на ней как бы такие серверные, маленькие сервисы, отказоустойчивые, кажется, довольно интересная ниша, вот, хотелось бы немножко получше это поизучать, как бы, она вот белькает, иногда, я даже иногда слышу про вакансии появляются и их упоминают, но не то, чтобы прямо вот каждый про эту технологию слышал и знает, что это такое. Да, судя по постам Юлии Ёлкиной, Elixir в Эстонии, по крайней мере, довольно, довольно популярный. У нас есть... А вот ZIG, что такое ZIG? Это тоже маленький игрок, и я скажу про Elixir еще маленькую вещь, насколько я знаю, Elixir используется в YOLO Group, которые делают, по-моему, бетинговая платформа или онлайн казино. А ZIG, это такой, да, это стиподобный, по-моему, язык, который позволяет программировать, ну, системный тоже, системный код писать. В каком-то смысле компетитер Rust, наверное, но Rust, кажется, он дает вот некоторые такие возможности, защитные механизмы и компилятор гораздо более продвинутый. Это мое чисто ни на чем необоснованное мнение, как бы, меня могут закидать в комментариях люди, которые знают про это дело. Но есть люди, которые увлекаются языками программирования и прямо их изучают и сравнивают и так далее, и я про ЗИК от них слышу часто довольно прикольное мнение. Единственное, что кажется, ЗИК еще не на том уровне по тулингу, то есть нету достаточно хороших инструментов, чтобы с ним работать еще. Поддержка ВДЕ и так далее. Тут, конечно, можно пофилософствовать, надо ли, но кажется, надо. Кажется, людям нужно на это. Но ты говорил, что ты воодушевился этим списком и решил тоже свои знания как-то пополнить. Расскажи, какая это? Мне нравится иногда изучать, получать как новые перспективы на то, что происходит в мире. И поскольку ты, Антон, сказал, что ты не специалист по росту, и я тоже не специалист по росту, вот у нас как раз сейчас будет интересный момент. Мы немножечко посмотрим про рост. Я взял большой курс по росту и вот в процессе его прохождения начал делать себе определенные заменки. Показываю все в Visual Studio Code в самом популярном IDE и вот как это выглядит. Во-первых, что надо знать про рост? По дефолту все иммьютабл. то есть создание переменных ты создаешь огромное количество типов переменных нумериков, ненумериков, там все по количеству битов, там U8, 8 битов, это unsigned, соответственно, здесь в данном случае float и подобное. ну, слава богу, IDE, VDE отличная поддержка раста, Visual Study Code, она по usage тебе показывает сразу же какой тип она определила. У меня первое было впечатление чем-то похоже на TypeScript, вот по синтаксису, он говорит, типа дабл-клик, можешь доработать. PrintLN и все такое, IF уже выглядят как-то немножко по-другому. Я привык, что за долгие годы, что IF должен быть, condition должен быть в скобочках, да, когда скобочек нету и начинаются только как эти фигурные скобки непосредственно execution блока, для меня немножечко непривычно, мне кажется, уже надо или как типа как в питоне когда уж фигурный скобочек не надо, тут когда скобочки есть, а когда скобочек нет. Мне нравится тренарное выражение и они как бы есть, но синтаксис тоже немножечко такой неочевидный лично для меня, что типа IF true и здесь ты должен типа фигурный скобочек запустить код, фактически это executable код, это здесь у тебя expression который возвращается это равносильно чтобы я написал здесь return 1 или как бы небольшое фоно, но большое удивление для меня было есть большое количество всяких возможностей проходить массивы и вот один из них луп вот что бросается в глаза когда ты смотришь на вот это но это означает что у тебя без у тебя цикл без кондишена который просто будет и ты внутри определяешь сам ты выйдешь из этого цикла или нет плюс у тебя вне цикла определяется это переменная которая ты говоришь что она будет мутабельная там это слово стоит мут мут да что она мутабельна не знаю как-то много церемоний вот вокруг неужели нельзя просто сказать цикл можно но в данном случае показал это даже для это ты видишь что луп он присваивается к переменной то есть я здесь объявляю переменную резалт и говорю что переменная резалт это результат работы лупа и я хочу получить на возврат вот вот это вот каунт на 10 то есть здесь что делает луп это немножко такой атрофированный пример когда мы просто считаем до 10 и когда мы дошли до 10 мы хотим типа выйти из луп я говорю когда 10 я хочу вот это вот мою переменную каунт умножить на 10 и здесь говоришь break это фактически break и return значение здесь то есть ты можешь запускать луп цикл и результат его работы вернуть в переменную очень такой неочевидный синтаксис я смотрел на него вот решил для себя на память записать если я вдруг когда-нибудь увижу что кто-то работает с лупами и вот таким способом хотя бы понимать что происходит вот тоже интересное замечание когда ты смотришь объявление переменных везде стоит лет лет мут это значит что я создаю переменную которая будет мутабель и я всегда что мутабель должен эксплисит то есть очевидно приписать в коде и идея красивая вот это все подчеркивает что ты всегда знаешь что в данном случае это переменную ты можешь работать но вот когда я работаю с обычным for циклом здесь никаких летов нет хотя я здесь объявляю себе переменную и для меня это такой небольшой момент inconsistency то есть вроде ты говоришь везде лет лет это значит что сейчас пойдет переменная но когда ты говоришь что for цикле вот у меня будут вот такие элементы то тогда лет не возникает прикольный мы до этого сейчас дойдем прикольный синтаксис для объявления массивов опять же массивы все immutable опять же по дефолту даже если ты делаешь mutable то тебе всегда нужно заказать размер сразу и в данном случае это говорит мне массив из пяти элементов и заполню все ноликами то есть я могу сделать там пять раз ноль и это вот будет я могу там поставить один это будет типа мне массив пожалуйста и всех единичек дефолтовые значения и если я хочу в этом массиве у меня массив с mutable что-то поменять то когда я прохожу через обычный for цикл я использую не обычный итератор я должен сказать что даже итератор который я беру от этого массива он тоже mutable то есть есть отдельный метод итератор mutable это значит что с массивом даже если он то есть если я здесь уберу mutable работать не будет если я здесь возьму обычный итератор изменение здесь значения тоже не будет работать сломается то есть ты на каждом шаге когда ты работаешь с массивами что-то изменяешь на каждом шаге должен всегда как опять же explicit не могу вспомнить слово по-русски то есть однозначно говорит что здесь будут изменения я прохожу через массив чтобы изменить что-то в значениях массив и подобные вещи вот и звездочка значит что я хочу изменить именно значение если уберу звездочку то это будет значит что я референс референс ты не можешь поменять мы меняем значение примитива в то такой вот интересный синтаксис что я хочу изменить значение элемента массива звездочка это то есть он очень такой вербозный язык когда ты говоришь изменения то есть они стараются максимально от этого инженеров защитить такой интересный паттерн уже на уровне языка какие-то эмоции ну я я примерно я примерно понимаю с чем это связано это скорее всего связано с тем что компилятор может много чего проверить и я видел презентации по расту где действительно компилятор выдает ошибки компиляции в таких местах что вот которые связаны каким-то неправильным кодом который приведет к ошибке в случае многопоточности например то есть это именно с этим связано и эти ошибки очень хорошо сообщения об ошибках очень хорошо написаны которые помогают прямо о понятно значит проблема вот там я пойду ее починю чуть ли там в самом сообщении об ошибке не написано как ее починить это круто потому что судя по всему код который будет писаться он он сложный это это ты очень точно подметил огромный просто колоссальный плюс раста это в работе компилятора который очень подробно объясняет что пошло не так и предлагает варианты что как бы ты мог это сделать то есть вот я например уберу здесь звездочку запущу он мне скажет слушай ты я работать не буду ты изменяешь значение наверное ты хочешь сказать что ты изменяешь значение поставь здесь звездочку и все будет хорошо и позволяет как раз тулим быть очень юзер френдли для инженера возможно итерировать через какой-то рейндж и с рейнджами тоже интересно и тоже для меня не конца было очевидно что например от я себе хочу претерировать от нуля до трех цифр то ноль инклюзив а три эксклюзив то есть будет ноль один два в данном случае мы в котлене наелись с этим так много было проблем что люди не могут это запомнить что там инклюзив что там эксклюзив что мы завели специальный оператор оператор прямо который точка точка меньше что это это эксклюзив рейндж тогда получается рейндж если я не ошибаюсь чтобы это сделать инклюзив вот такой синтаксис должен быть что-то похоже получается в обратную сторону используя другие языки тоже неочевидно с восклицательным функцией с восклицательным знаком называется макро это макрофункция для вывода в консоль но я не могу просто написать вот так то есть всегда нужно когда я вывожу какие-то значения не указывать что вот это будет значение ты их можешь в том числе проиндексировать или использовать по именам там есть куча разных вариантов но фактически всегда у тебя две переменные здесь и ну если у тебя больше то есть по индексам это 0,1 и так далее то ты в таком же порядке вот как у меня здесь должен написать то есть если у тебя будет строчка написана в переменную то ты эту переменную просто строковую не сможешь распечатать а если эта строчка будет написана как первый параметр то все должно сработать ну да насколько я понимаю то есть первый первый это самое у тебя всегда темплейт то есть фактически сначала темплейт потом значение этого темплейта если если они нужны таплс кстати вот этого я даже не знаю как по-русски они кортеж да кортеж 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 да кортежи тоже есть вот у меня здесь и для для массива считаются минимально максимально и среднее значение и кортеж он тоже вот к нему обращение через точку вместо этого можно тоже конечно сделать там типа мин макс и так далее тоже будет работать но вот по дефолту оно и так тоже для меня был неочевидный вариант окей я хочу сделать функцию которая работает для массивов любой длины да а мы говорим что все мьютабл и для массива всегда нужно определять значение но вот у меня эта функция и чтобы если ты говоришь что у меня может быть неопределенного размера массив то тогда тебе нужно поставить сюда end тогда типа size doesn't matter ты можешь работать с массивом любого любого значения обязательно да тоже кастинг должен быть если ты что-то если ты целочисленные значения делишь то все должно быть все элементы формулы должны быть прокачены в конечный тип тогда он понимает что это флоу 64 разрядный флоу то есть если я здесь делаю флоу 32 например тоже работать не будет потому что он говорит нету такой операции разделить флоу 64 на флоу 32 все все то есть внутри операции все нужно приводить к единому типу что наверное тоже немножечко снижает количество количество ошибок типов что вот нельзя там f64 поделить на f32 я как язык какого-то прикладного уровня пишу просто обычный бизнес код мне не хочется об этом думать я хочу язык который делит дабл на флот и не парится об этом мне кажется что вот в этом месте это такой индикатор того что язык все-таки задуман как более низкого уровня низкого уровня инструмент для системного действительно программирования для программирования сетевого стека поближе к железу замена C++ и так далее если я пишу кнопочки какой-то interaction не знаю мне хочется систем язык немножко более высокого уровня где вот такие вещи и такие ограничения не не мешают моей продуктивности мне завтра надо выкатить фичу а не драться с компилятором ну как говорят разработчики Rust что Rust это язык это C++ человеческим лицом то есть memory management сделан здесь супер круто и вот у меня первое впечатление от первых нескольких дней так и есть что у тебя какие-то ошибки что ты вот мы сегодня краудстрайк вспоминали что оба памяти нет или чего такого ты отлавливаешь все на уровне компиляции но мы с тобой говорили что все immutable да по умолчанию но есть такой интересный момент называется shadowing когда ты можешь создать переменную несколько раз таким же именем и это называется shadow и вот тут такой пример и она действует в том скопе то есть она перенимает значение до этого объявленные переменные и когда ты заканчиваешь скоп ты можешь там в том момент ты можешь делать все что угодно и когда ты заканчиваешь этот скоп у тебя здесь значение будет старое вот например я объявляю переменную shadow она boolean у нее значение true внутри фактически анонимного блока я создаю переменную с точно таким же названием стринг литерал и даю значение shadow то есть я использую то же самое название но я меняю тип меняю значение и здесь все работает то есть здесь вывод iam shadow но как только заканчивается этот блок тот же самый вывод в консоль вернет iam true что мне кажется отличный способ выстрелить себе в ногу поэтому у меня пожелание ко всем программистам растоп пожалуйста пожалуйста не пишите так не пишут странно почему вообще это разрешено если язык очень как бы пишется с теми целями чтобы на нем было трудно сделать ошибку и вот компилятор такой весь продвинутый из себя почему бы вообще не запретить вот такую возможность делать shadow внутри какого-то скопа может быть это конечно с чем-то связано и дизайнеры языков программирования скажут что нет это все-таки надо в идее по-хорошему должна быть инспекция которая кричит что ты здесь объявил shadow переменную которая переписывает то что у тебя было до этого объявлено что это потенциально может быть ошибку ну идея идея в том что у тебя может быть например входные параметры с которыми ты хочешь поиграться внутри какого-то анонимного блока не переписывая их значения и дальше то есть там сделать например несколько блоков там у тебя длина сколько итераций ты хочешь сделать или еще что-то ты можешь с этим числом что-то там делать в промежутке потом этот анонимный блок заканчивается и после этого у тебя все как бы та же переменная с тем же самым значением и тебе об этом типа забыли что-то сделали и забыли об этом вот такой вот игры что это очень неочевидный подход и мне бы хотелось чтобы программисты конечно к этому относились очень осторожно потому что вообще с областью видимости с ownership в расти все очень интересно вот здесь я создаю непосредственно string type да из string ритериала owner создаю все начинается какой-то блок неважно функции или еще что-то и я говорю вот у меня новый owner он берет значение до этого объявленной переменной здесь все красиво распечатается то есть видишь даже здесь даже у меня как бы string но я все равно сначала указываю template потом указываю и вот если я раскомментирую здесь то сейчас нажиму control s то у меня это работать не будет control s будет у меня работать в презентер моде будет вот то есть здесь у меня выдаст ошибку и эта ошибка будет во время запуска программы потому что на этой строчке а нет он здесь он говорит moved value то есть компилятор понял что ownership над значением это переменной то есть в heap в stack есть stack есть heap в stack поменялся owner вот этого места в heap вот на этой строчке поэтому переменная owner больше не знает где находится вот этот вот вот этот вот стринг в heap и тебе на уровне уже компилятор опять же отладки сразу же выдает эту ошибку тебе скажут что у тебя borrowed тебя переехал потому что owner у переменной которая находится в heap может быть только один то есть если мы говорим про примитивные типы которые находятся в stack типа там числа то тогда это сработает но если это в heap где у тебя есть референс на heap то owner может быть всегда только один и единственный нормальный способ это здесь вот сделать клоун вот если я здесь делаю клоун тогда на самом деле у меня будет два в heap и два значения в stack и они будут ссылаться каждому свое и это будет работать такой вот тоже момент ownership он не а скажи а вот это вот string двоеточие двоеточие from это чтобы почему нельзя просто это метод из string такой синтексис опять же это метод класса string вот и это reference метод когда ты берешь методы из каких-то типов то это у них такой синтексис это я понимаю а нельзя было сделать let owner равно строчка owner нет это это string это видишь это серенький это у меня иде и самой inherited type и говорит что я понял я понял поскольку owner это string то если ты создаешь новую переменную присваивши значение owner то это тоже будет string то видишь оно серое я имею ввиду первая которая строчка у тебя после комментария now regarding ownership let owner и я понимаю что это hint который добавила туда просто после знака равно написать просто строчку не писать string двоеточие двоеточие from то есть это получается как бы создай string из string конструкция языковая зачем это надо было там есть две вещи string literal то есть owner это string literal а есть string type то есть когда ты фактически string хочешь как объект как тип то тогда ты делаешь это вот так вот а если ты хочешь работать с литералами то тогда ты можешь сделать конечно и вот так тоже выводится что-то другое вон там амперсанд ст и тогда это считается литералом и тогда как бы типа окей но это то есть со string это такой немножко опять же искусственный пример то есть здесь в принципе с объектом опять же с объектом в хипе то есть если ты объект хипа пересваиваешь другой переменной то та изначальная переменная которая это значение имела она ownership потеряла все вот то есть тут тут как бы фишка именно в этом да и string type это мне чем-то из java мира напомнило string builder или string buffer кому что ближе то есть ты создаешь string и потом у тебя вот эти все методы push string push revirt и подобное очень напоминают то есть нету как опять же там в c-sharp и в java и в других языках когда ты можешь string concatenate плюсик плюсик и подобное то есть у тебя вот таким вот хитрым способом добавления стринги то есть составление конкатинации составление какой-то сложной строки происходит таким хитрым способом но поскольку string это полноценный объект из него можно сделать слайс то есть сказать что вот у меня есть полная строка она мы говорим висит за full string да и мы говорим что вот мы создаем слайс то есть создаем как бы переменную у которой есть ссылка на какую-то часть нашей строки это тоже можно делать и с массивной в том числе и ты говоришь вот я сейчас хочу работать с 10 с 10 с индекса номер 10 до конца и вот там ты можешь с этим играться то есть ты фактически себе как бы делаешь узкий скоп с которым удобнее работать чем с большим массивом я говорю что слайса они работают с разными вещами и при этом ты как бы не занимаешь больше памяти то есть у тебя выделяется отдельная переменная но с точки зрения памяти оно все находится в том же самом месте то есть это не аллоцирование нового куска памяти вот тоже неочевидная вещь если ты хочешь из строки сделать себе число то вот это стринг литерал ты его парсишь это я выучу новое слово я уже забыл как он называется турбофиш вот этот синтаксис называется турбофиш то есть когда ты говоришь ты хочешь спарсить потому что парс это generic функция ты хочешь спарсить что-то в определенный тип и это возвращается тебе возвращаются результаты ну если ты хочешь взять само значение непосредственно ты должен unwrap сделать то есть вытащить значение это чем-то мне напоминает optional да optional java optional операторов когда ты делаешь типа get типа если есть значение тогда get то есть там есть возможность обработки ошибок там типа error типа если есть error то верни мне выскочить с такой-то ошибкой или еще что-то но вот просто понравилось слово турбофиш в росте в ржавчине есть рыба и вот мы дошли до самого вкусного объекты то есть я называю это объекты в росте называется стракты но как по мне стракт все-таки до конца не точное значение потому что ты объявляешь стракт ты говоришь какого типа у него есть перемены пока все напоминает обычный стракт который есть в джаве или есть в сишах вот ты вот так инициализируешь спрашиваешь ты объект ну типа а до этого и до этого и при этом через импул того же самого объекта ты можешь добавлять методы то есть это как бы носитель значений в котором могут быть методы и для меня как причем эти методы есть как обычные так и с associated methods которые являются частью твоего структуры но могут непосредственно не оперировать с переменами данного статики грубо говоря статичные методы если кто-то да работал опять же с java или c sharp здесь называется associated методы то есть вот и методы ты можешь добавлять в любой момент вот тебе работаешь с какой-то структурой тебе пришло ты такой типа вот мне не хватает таких-то методов а сейчас подмешаю методов что-то делать и причем ты как статичный вот это да так так мне здесь associated нету примера но он очень очень похожий в общем почему объект называется страктами я не знаю может быть это как раз c++ legacy но здесь здесь очень похоже на самом деле мне напоминает то что сделано в го там точно так же стракт ты объявляешь с полями а потом добавляешь методы к ресиверу ну то есть ресивер это и есть в принципе этот объект или стракт здесь это делается немножко другим синтаксисом просто но идея очень похожая другое дело что ну вот стракт это объявление самой структуры а как бы добавление методов происходит в каком-то таком интересном скопе импл обж ну имплементация как будто ты имплементируешь какой-то интерфейс как будто бы имплементируешь да это интересно окей а в Rust есть интерфейсы? они ну как бы как интерфейс есть trades такое понятие у меня примера нету есть trades это грубо говоря создание методов каких-то которые могут быть использованы на разных страктах то есть несколько страктов можно сказать типа ну просто у тебя может быть ситуация когда тебе метод принимает параметр и ты у этого параметра будешь вызывать какие-то методы соответственно этот параметр должен отвечать какому-то интерфейсу чтобы вообще эти методы вызвать наверное это через trade как раз как-то и делается у меня есть что-то что-то похожее на эту тему еще парочку вещей хотел показать в страктах можно копировать значит то есть например у меня появляется объект первый да первый стракт у него расставляются все поля а здесь я говорю а у меня второй и мне только пожалуйста элемент 2 а все остальное скопирую из другого стракта а такое комбинирование как бы получается комбинирование разных значений из разных объектов получается окей да тот кто пишет на javascript и typescript это равносильный синтакс из три точки это делается тремя точками там а здесь это делается двумя точками это скопирую все поля которые я до этого эксплицитли не объявил и вот туда интересный такой момент я делаю println и что мы говорили про ownership и это там где опять же можно слава богу компания помогает но там где можно несколько раз себя опять же выстрелить в ногу если я здесь вот это синтаксис темплейт это значит что распечатаем не это как объект ну типа такой что у него там внутри находится сложной структуры если я здесь поставлю просто объект казалось бы должно работать да ну то есть я создал объект один я создал объект два они разные объекты ну все как бы окей же да но работать не будет и вот он здесь говорит что ты знаешь что у этого поля элемент который мы объявили стринг что когда ты создавал объект два ты опять же скопировал стринговский ownership ты сдвинул ownership значение вот этого элемента в два это значит что у вот этого больше нету ownership за этим значением ну опять опять такая же механика вступает в силу как вот в том предыдущем примере да то есть у тебя всегда должен быть игру что всегда должно быть четкое представление кто что онит потому что он может быть только один это можно пофиксить сказать что я не просто хочу скопировать я хочу скопировать глубокой копии потому что клоун делает дипкопи вот и тогда это будет работать но такое то есть когда люди смотрят особенно после того как они приходят в другие языки они такие типа блин а почему вот слава богу опять же компайлер в этом сильно помогает но 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 не совсем очевидно вот что что надо добавить что что объект еще поддерживает клонирование то есть тут надо добавить еще одну инструкцию дирайв дирайв как это экстенз фактически то есть наследовать наследование да вот что типа надо добавить еще наследование объекта который умеет клонировать но вот я сейчас верну все и все будет работать вот да добавление методов здесь они нутабельны ну и есть дженерики в том числе вот тоже работает тут дженериков можно тоже их сужать вот так что в принципе все как бы похоже на ООП но есть есть нюансы вот у меня как я сказал первое впечатление когда я начал это пробовать сначала было такого что-то здесь есть от TypeScript потом это ощущение резко пропало и теперь я у меня ощущение что это действительно такой микс между очень многими вещами действительно много от C++ современным подходом и так далее язык интересный перформит говорят что очень хорошо типа как C++ а иногда быстрее как но конечно огромный плюс это это действительно работа работа компилятора поэтому если кто-то захочет прийти рассказать про Rust как вы его действительно используете в продакшене и насколько вы рады или нет ну судя Stack Overflow возвращаясь почему мы сегодня про это говорили судя по Stack Overflow люди говорят это супер возможно люди говорят что Rust супер после чистого C вот вот я как раз хотел спросить как бы вот ты проникся поизучав Rust ты понял или ты теперь веришь в эту статистику Stack Overflow что ты понимаешь этих людей или все-таки у тебя остаются вопросы и ты бы наверное не захотел бы программировать постоянно на Rust мне кажется baseline is important да то есть с чего ты перешел на Rust и программировав на разных языках Rust кажется интересным мне лично но не вам особенно вот когда тебе нужно эти понимать здесь я передаю посылки и все то есть он заставляет тебя действительно частенько опускаться на уровне ниже например если ты хочешь с 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 должен бокс его эксплист литчери есть такой типа класс бокс куда ты это закладываешь говоришь а теперь положил грубо говоря обернул это в класс сделал рап вот и вот все это становится как-то очень вербосно конечно есть большой плюс когда ты делаешь вербосно ты понимаешь что ты делаешь и тебе намного меньше ошибок но давно изобрели там ддд ддд и подобное чтобы ты покрывал это тестами рассматривал разные варианты и не стрелял себе в ногу и часто это работает очень хорошо нужно ли делать язык который настолько вербозный и заставляет себя настолько глубоко понимать и давать себе отчет в что ты делаешь для определенных задач наверное да Какого-нибудь, может быть, embedded или когда тебе нужен high load, безотказный, и тебе все должно быть прямо по линеечке сделано с очень четким memory management, но таких задач в мире, если по-честному, не так много. Ну, вот на этом фоне меня удивляет немножко статистика Stackware Flow. А, но она, наверное, не отражает количество типа adoption языка, она отражает просто вот кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то еще хочет и так далее, да? Ну, adoption у нас же был в самом начале, на сколько раз популярен именно с точки зрения adoption как языка, где он там был, Cloud Platform, вот здесь вот должен быть, вот, и Rust, сейчас adoption вполне себе. Вот эта цифра немножко удивляет, учитывая, насколько он, мне кажется, такой специфичный язык все-таки. Ну, наверное, он отжирает какую-то долю от плюсов, от C, возможно. Да, эти ребята здесь, возможно, вот эти ребята будут уходить вниз, раз просто будет их потихонечку заменять. Наверное, да, потому что я не особо, ну, как бы могу представить Java разработчиков, C Sharp разработчиков, которым нужно писать бизнес-код, которым хотелось бы перейти на раз. Ну, вот только если на таком уровне, что вот интересно, ну, что-то новое, что-то другое, почувствовать себя чуть-чуть ближе к железу, подвигать вот эти битики-байтики и так далее. Но программировать на этом языке мне как-то вот не захотелось бы, наверное, вот бизнес-приложение, да. Зависит от задачи. Может быть, если бы мне надо было бы прогонять через сетевой интерфейс какие-то гигабайты данных и сделать это на низком уровне, хорошо, с хорошим перформансом, ну, почему бы нет? Как бы, я бы, наверное, действительно на раз посмотрел бы. Круто. Поэтому, опять же, если кто-то придет в DevClub и расскажет, как вы пишете, бизнес-приложение на Rusty, я думаю, это было бы, это было бы прям очень интересно послушать. Вот, у меня все. Что-то ты хочешь сказать? Я думаю, что мы на этом и завершим, собственно, это был интересный экскурс. Мы, наверное, будем повторять такие обзоры. Я тоже иногда смотрю в какие-то новые языки. Может быть, мы Elixir так разберем, а может быть, ZIG так разберем, а может быть, еще чего-нибудь. Вот, это интересно. Если кто-то захочет к нам прийти и точно так же рассказать, как он изучал какой-то из языков программирования и может нам сделать экскурс, это будет весело и здорово. Вот, на этом мы сегодня, я думаю, завершим, потому что другая тема, которая у меня была приплятана в кармане, наверное, займет еще час-полтора. И мы не готовы после каникул сразу же растекаться на два с половиной часа выпуска. Вот, план по темам у нас некоторые уже набираются. Как бы давно не выходили, есть про что поговорить. Встречи у нас набирают новый оборот и для английского девклуба, и для обычных наших митапов. Так что ждите анонсов, подписывайтесь на канал, жмите лайки и, собственно, спасибо, что дослушали до этого момента. И колокольчик, и главное, колокольчик. Да, да. Ну, всем пока. Спасибо, пока. Да. Ну, вот как-то так. Не, очень хорошо, прям супер, я считаю. Нам надо, наверное, в таком формате смотреть.